Я позволял себе вылезть и осмотреться, да и поискать что-нибудь, что может осветить территорию. Долго шарился, но необходимое нашёл. По-моему, светить ночью, при этом что тебя ищут, не самая лучшая идея. Но, он же у нас умный, он шарит как надо. Да ведь? Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить 25 лет спустя. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Эй, ты чего? Я обещала поварам, что вернусь. Най, я отпросилась, но мы задержались, совсем из головы вылетело. Быстрее! Пошли быстрее! Ай-яй-яй-яй-яй! Так вроде бы кто на яйца наступил. Всё-таки я провёл своё небольшое расследование. Ольги Былсон, правда мёртвой. В её сумочке я нашёл фотографию с чёрной ленточкой на краю. Зачем она его таскала? Её фотография! Это она, не он! Боже, блядь! Как это пять звёзд получила? Ну ёбаный в рот! Наверное, как память. И после этого я понимал, что снаружи она такая грубая. А внутри, походу, до сих пор тоскует по чаду. На этой работе она забывалась, будто бы не было той трагедии. После этого мой взгляд к вожатой изменился. Отношения, а не взгляд! Какой дебил так написал. А, ну да, сценарист. Конверт лежал у порога. Он был... Он вновь был в крови. Причём та была свежей. Странно, я раньше подумывал, что ей нехорошо, но чем дальше, тем больше о той крови. Аккуратно подцепил его, сразу же перевернул. То, что не успело впитаться, крошечными ручейками стекало к низу. Капая и насыщая землю. Питываясь в землю насыщай. Я, конечно, понимаю, что автор... Просто... Пропитался... Семь дал... Но ж... Хоть немного вменяемости в тексте должно быть. Начал раскупоривать, блядь. Но внезапно услышал голоса. Причём многочисленные. Будто группа на каком-нибудь митинге. Немедля сразу нырнул в кусты, что у домика. Затаился. Из всего этого бреда я извлёк пару фраз. Девушка, мрайс, найти не можем, она где-то рядом. Они находились в паре метрах от меня. Я старался не дышать. Вообще не подавать признаки жизни. Однако кто-то из банды обратил внимание на те немногочисленные капельки. Разбрелись, начали искать, но в кусты не залезали. Не знаю почему. Казалось, что я находился под чьей-то защитой. Спустя время все обматерились и сплюнули и пошли в противоположную сторону. Как я понял, это деревенские ищут ту, которая спасает лагерь. Или спасала. Повезло, что я успел спрятаться. Повезло, что они явились сюда поздно. Будь это с утра, пришлось бы бегать по кустам. Да и не факт, что решился бы. Обождал немного, вылез, а сразу принялся за конверт, або времени было мало. Давай разворачивай свою шоколадку. О, друг. Друг или враг. Типичный образ вожатой отпечатался в памяти чем-то напоминал славяну. Более жесткой, ленивой, но правильной. Она была в лагере до последнего, как все. Старшая пионер-вожатая. Помогала эвакуировать детишек и, как положено капитану, покинула его последней. Однако уже в самом райцентре не досчиталась меня. А, то есть это все же не вожатая тут. Ладно. Сообщила, после лично вернулась с командой. Скажу так, я никогда не видела таких переживаний, такого страха. Она объяснила все и прямо намекнула, что больше мы сюда не вернемся. На следующие сутки посадила меня в поезд, который увез к родителям. Я видела ее слезы, когда она провожала меня. Не такой казус ей сдел... За такой казус ей сделали выговор. Лишили приставки старшая и отправили в другой лагерь. Да, только отказалась. Она прожила обычную жизнь, обучая детей новому. Выискивая в них таланты. Могу с уверенностью сказать. Она повзрослела. Перестала лениться, халтурить. Много поколений выпустила. Даже старая боль отошла. Связана-то была с мертвым сыном, из-за которого вожатая уходила в себя. Теперь он остался там, где и положено в прошлом. Одним вечером я навестила ее, застала прикованную к кровати. Мы душевно поговорили обо всем. Даже вспомнили тебя, каким-то был. Спрашивала про тебя, но я не смогла ответить. Пришлось солгать, чтобы ей стало лучше. Но ей не стало лучше. На следующий день она умерла из-за опухоли в позвоночнике. Как все весело-то заканчивается. Ее глаза были открыты, а сама она улыбалась, держа в руках фотографию 82-го года. Там были мы. Помнишь те магнитики? Всяко помнишь. В любом случае, мы не забудем. Теперь она в лучшем мире. Рядом со своим сыном, рядом с нашим отрядом. Так кто же там выжил-то? Леночка, что ли? Или нет, я что-то уже и не помню. Живая она пока или нет. Да, вожатая, как учитель, препод, мы их не любим. Но проводя много времени с ними, начинаешь понимать, ценить. Осознаем, что с такими оболтусами, как мы, трудно, да еще за такие деньги. Боюсь, такое со мной произошло только под конец 82-го. Когда в последнюю ночь Ольга произнесла речь, где говорила про каждого, какой он уникальный. Даже про Ульяну в ее-то хулиганском возрасте. А на следующий день мы все разъехались. Меня обуздал старый гнев. Теперь эти бандиты пытались найти последнюю из моего отряда. Нужно опередить их. В ином случае вступить в бой. Путем хитрости или избиения, неважно. Главное, отстоять лагерь. Спасти его хранителя. Глава шестая. Предательство. Леночка предатель. Я следовал за группой. Было темно, и если не шуметь, то шанс попасться равнялся низким значениям. Старался изучить, понять, почему они ходят толпой. Легче же разойтись. Разойдись. Легче же разойдись. Разойдись куда? Но это деревенские. У них поди своя стратегия. И мне она нравилась. Так они будут дольше искать. Правда, поиски касаются и меня. В смысле? А ты где спалялся, когда? Плюсом необходимо это сделать раньше тех... Раньше тех. Укрыть ее. Блядь. Но как? Нет намека с чего начать. Лагерин можно переворачивать сутками, и то не факт, что она найдется. К тому же, девушка или женщина не стоит на месте, всяко передвигается. Потому это тупик. Вызывать кого-то тоже не вариант. Пока доедут, пока что разберутся, все разбегутся. Да и наверняка это спугнет неизвестную. Был вариант продолжать заполнять дневник. А вось найдутся намеки на ее местополож... Нахождение. Или сама объявится. Шейка двигалась в сторону площади, я вслед за ними. Если не изменяет память, то сейчас должна появиться библиотека. А как стена еще не упала. Окончательно. Блядь. Выглянув из-за угла, обнаружил ту только в прискорбном состоянии я. Состояние И. И даже домик вожатый смотрелся куда приличнее этого. Я б сказал, тут аксиома эскобара. Шо то хуйня, шо то хуйня. Летний каркас развалился. Крыша почти вся просела. В смысле, а там еще и зимний каркас был, что ли? А стены, казалось, как бы сказать, были с наклоном. Бонусом это дело ухудшили деревенщины, которые решили покидать камни в еще целые окна. Преск стоял и отчетливо отпечатался в ушах. Я позволял себе идею с насилием, но не со всеми. Есть у них главный, были намеки. Если змея большая, необходимо отсечь голову. Тогда тело обмякнет, не будет опасным. Однако были свои заморочки, потому что неизвестно, какая у них человеческая природа. Может, забугнет, может, раззадорит, и они толпой кинутся мстить. Спустя десять минут. Вскоре они ушли, оставив наедине с библиотекой. Я позволял себе вылезть и осмотреться, да и поискать что-нибудь, что может осветить территорию. Долго шарился, но необходимое нашел. По-моему, светить ночью, при этом, что тебя ищут, не самая лучшая идея. Но он же у нас умный, он шарит как надо. Да ведь? Долго шарился, но необходимое нашел. Кто-то воронил зажигалку с маленьким фонариком. Скажу, что ни рыба, ни мясо. Мощности не хватит исследовать, а вот сделать записи, пожалуйста. Пришлось портить зрение, прищуриваться, чтобы что-то разглядеть. Да нормально светит-то зажигалкой, боже, не надо делать тут... Говорить фигню. О, всего-то один вопрос тут. Ура! В сравнении Е... НИИ с другими местами библиотека была вообще непопулярной. Тяги к знаниям у маленьких не было. Лишь единицы сидели здесь, погружаясь в очередную историю. Вожатые иногда приводили сюда отряды. Сдвигали столы, устраивали викторины, делали час чтения. Вот этого я избегал всегда, потому что сидеть без дела это просто ужасно. Нет, я не против Бол сидеть, но только на горячем песочке, мягкой перине, где место есть отдыху. А Лену всё время пыталась затащить в это место, видя, что сижу без саморазвития. Была мотивация исправить это, сделать из меня перспективного человека. Ну, я плясал, уходил от вопросов, придумывая довольно глупые причины. Почему плясал, если можно просто написать увиливал? Увиливал, блять, мать вашу! Ну что ж вы как долбоёбы-то пишете? Господи. А потом начинают обижаться, что, блин, засираешь хорошие моды. Нет, он не хороший, он херовый, написано говённо. И в итоге. Не сказать, что я не удачник, работа хорошая, но вот хобби. Всякие другие отрасли. Я не развивал это с юношеских лет. Каких юношеских? А, стоп, то есть, блять. Более, я чё-то уже запутался. Он современный, говорит. А сейчас некогда. Вон, Лена фотографировала, рисовала, писала. Целый ворох всего, что можно развить. В будущем это могло приносить и деньги, и многое. О чём нынче лелеют. Так вообще, говорят. Но даже без этого всего, она бы любила, ждала. А я... Головка от хуя. Вроде бы такое немаленькое место, взрослых полно. А обычного фотоаппарата не водилось. Приходилось старшим как-то выкручиваться, потому что без материала тут никак. Поэтому было знакомство перед началом смены. Всех садили, каждого индивидуально выслушивали. Выясняли имя, таланты и прочее. Кстати, старожил эта процедура тоже касалась. Но по факту, это компания по вычислению полезных пионеров. Узнают, у кого красивый почерк, кого можно поставить... ...за горн, из кого можно сделать помощника. В том числе находили счастливого обладателя чудо-аппарата. На удивление им оказывалась Лена. Постели как по Лену. Нам точно стоит фотографировать эту рухлядь. Какую рухлядь, тебя что ли? Я даже вижу, как доска отходит. На улице стоял самый обычный тёплый день. Его можно описывать до бесконечности, окружить эпитетами. Но к чему? Единственное, что можно добавить, куча облаков, которые скрывали солнце. Поэтому я был несказанно рад. Ибо ходить по такому маршруту оставалось невыносимо долго. Прибить её, что ли, захотел? Ага, как Леночка. Прям вхлебала дверью. А, не-не-не-не-а. Давай фоткай, лучше да пошли. По заданию необходимо было сфотографировать все важные объекты. За спиной была только столовая и медицинский пункт, да и всё. Оставалось ещё о-го-го. Леня как-то всё равно. Мне же совсем наоборот, потому что она пригласила. А как отказать? Ну ничего, потрачу ещё полчасика и на боковую отдыхать. Девушка потянулась к футляру, где, собственно, находилось сокровище. А почему сокровище? Да, потому что здесь мгновенно печатается снимок. А, полароид. В простонародье её зовут мгновенной камерой. Чё-то я не уверен, что у неё было такое название. Говорили просто полароид. Хотя, кто знает этих... Московских или питерских гипстеров Советского Союза? В ходу появилась недавно, и то за рубежом. Лена делилась, что эту красоту подарил отец. А вот откуда он достал, умолчивала. Отжал у кого-то. Явно контрабанда. Либо сам провёз, либо неплохо подкормил таможенных. В лагере, к слову, относились к новинке, как к обычному фотику. Хотя неудивительно, ведь тут в ходу джинсы. Подобрав удачный ракурс, немного обождал в пионерка, выстрельнула птичку. Чёрно-белая фотография тут же напечаталась и вылезла наружу. Лена тут же схватила её, помахала, начала выглядываться. Делая общую, общейю, общую оценку. Не знаю, как сказать. Семён, посмотри. Я уже оказался за спиной девушки. Всё благодаря любопытным глазкам. И недолго оценивая, мой вердикт стал очевиден. Сарай. Простой деревенский сарай. Может, внутри можно сфотографировать? Не знаю. Подожди. Спустя десять минут. Лена присела на одно колено. Сделала снимок, потом отошла на расстояние. Затем обошла здание. Посмотрелась там. Постар... Блядь. Постаралась там, но ничего не вышло. А ведь я твердил, что не получится. Хоть иногда, но я бываю прав. Эх, всё в утиль. Только зря краску потратила. Какую краску? Там вроде бы не краской рисовались фотки на полароидах. По-другому ж проявлялись. Вроде как. Так может, всё-таки внутри? Кто-таки не ответила? Лена задумалась и видно, что колебалась. Вероятной инструкции говорили делать всё снаружи. Потом думала. Пусть будет так. Одно я выбрала. Уже убрала. Лен? Только снаружи можно. Да, только здесь. Я тебе и не говорила? Я качнул головой, потому что не помнил этих слов. После чего заметил, как настроение куда-то пропадает. Ты чего? Нормально же получилось. Да какой? Это ненормально. Я когда делаю отличные... Я всегда делаю отличные снимки. А тут... Быстро же опустила руки. Обычно она идёт к цели долго и упорно. А тут на тебе. Как будто она не видела выход. Читая ситуацию безвыходной. Я видел решение, акцентируя внимание на помещениях. Внутри, как помню, красивее. Там всё ухожено. И много цветовых книжных шкафов. Но, Лена, бетонная. Инструкции превыше всего. Но ей виднее. Прекрытие. Хватит. Ты не виновата в том, что это так выглядит. Не накручивай. Я понимаю. Но эти фотографии пойдут в небольшую книгу. Там описывают все лагеря. В книгу? А чего я сейчас только узнаю? С внезапностью пришла гениальная идея. Не дав подруге договорить, я потянул ручки к её сумочке. Начал вынимать фотоаппарат. Семён? Ты чего? Куда ты его? Я сбегаю кое-куда. Ты обожди здесь. Ну, раз ждать, значит ждать. А мы на этом сегодня будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Вернись ко мне, моя мечта. Из уголков, пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok